всем привет и добро пожаловать ко мне на канал меня зовут марина и сегодня будет такой формат немножко наверно вязального эпизода или вязоблога в котором я покажу готовую работу покажу покупки пряжи немножко поговорю с вами о том о сём в общем все на нашу с вами любимую тему вязание про вязание около вязание и начать прежде чем показать свою готовую работу я хочу в свое изделие в котором я сейчас нахожусь в кадре это изделие я вязала прошлым летом описание у меня нет мастер-класса тоже нет вязала из стопроцентного хлопка мне просто хотелось попробовать какой-то яркий цвет своем гардеробе я связала вот такой что это жилет топ не знаю футболка я вязала по фотографии абсолютно простая такая вещичка если вдруг появится вот желание дайте об этом знать и обязательно нам более детально может быть какие-то пояснения как вязать такое изделие на самом деле получилось очень таким легким комфортным и думаю что в принципе как бы цвет такой яркий необычный для меня но тоже имеет место быть я покажу вам вот так на плечиках потому как получая комментарии что на манекен можно надеть и мешок и он будет замечательно сидеть я с этим конечно же не согласна но если вам проще смотреть на плечиках пожалуйста сегодня я представляю вам свою готовую работу вот она так на плечиках на вешалке обязательно по своей уже доброй традиции вот здесь где-то справа или слева поставлю либо фотографии либо короткие видеоролики как сидит изделие на мне и все детали мелкие которые вы можете рассмотреть более скажем так приближенно близко покажу все-таки на манекене потому как на нем очень удобно демонстрировать такие маленькие фишечки как оформлен например сквозь плеча или как обязана горловина мне не нравится когда другие блогеры в камеру тыщат своими изделиями для меня это ну как-то мне неприятно на это смотреть для меня проще и лучше когда все у нас в картинке гармонично и мне в лицо простите ничего не тычут и так про готовую работу вязала эту работу про нее я рассказывала в процессах я начинала футболку в итоге мне хватило пряжи на целое полноценное плечевое изделие с длинным рукавом вязала я по описанию из журнала по моему журнал называется верена кстати как называется журнал номер журнала и номер модели укажу в описании под этим видеороликом если вы будете искать это описание вы абсолютно легко его найдете в интернете а я как минимум встречала его на трех языках на русском испанском и немецком языках то есть езди разгуляться схемы я думаю читать умеют практически все этом проблем особых нет единственное мое вязание по описанию журнала заканчивается тем что я просто беру идею или до схемы узоров комбинация узоров и ну как бы выкройки в сантиметрах на этом все все остальное для меня описание журналов абсолютно не рабочий потому как я не вижу из оригинальной пряжи которые рекомендуют журнале я не попадаю в плотность у меня своя плотность и я люблю все-таки рассчитывать изделие для себя если я вижу на себя то все я свои расчеты люблю как-то и уважаю больше чем расчеты которые даны в журналах и так вот здесь я все рассчитала самостоятельно из журнала взяла только сочетание вот этих узоров к слову сказать джемпер у меня получился достаточно легким для хлопкового джемпера у него расход 370 граммов то есть вес изделия 370 граммов использовала пряжу от шахенмайер катание это мое второе плечевое изделие из данной пряжи предыдущие изделия показывала в готовых по моему работах про футболку из журнала нагроса и решила что это пряжа заслуживает отдельного видеоролика у меня на канале выйдет обязательно видеоролик отзыв на данную пряжу расскажу в нем о нюансах плюсах и минусах пряжи да то есть все детально расскажу и покажу я все-таки считаю что полноценный обзор пряжи не может быть если у вас нет готовой работы я не воспринимаю за стопроцентную информацию те видеоролики отзывы о пряже где вяжут просто образец и восхищаются образцом после этого для меня это отзыв не полноценный и не несет никакой смысловой нагрузки кроме как посмотреть просто немножко пряжу поближе вот когда есть готовые изделия есть опыт работы с этой пряжей тогда уже считаю что имеет место быть полноценный видеоролик отзыв на пряжу на моем канале как я и сказала в ближайшие дни выйдет этот ролик но пока вернемся к этому джемперу джемпер я вязала спицами три с половиной связался достаточно быстро дольше была сборка детали он у меня сшивной здесь есть боковые швы и швы на рукавах из того что я использовала из журнала я решила что все-таки обвязку горловины я сделаю резинкой один на один это скрещенная резинка я считаю что в принципе неплохо сочетается так как у меня здесь вот этот скажем узор из скрещенной резинки мне кажется он очень лаконично переходит потом в обвязку горловины ажурный узор который представлен в описании мне не понравился потому как когда я закрыла петли мне показалось что горловина как-то вот у нас то чтобы стоит как бы что-то наподобие трубки такая получилась знаете когда есть горловина труба мне этот эффект не абсолютно не нужен был я фанат вот таких горловин которые под горлышком нет в них комфортно я не люблю широкие горловины не знаю вот так это мой вот оптимальный скажем так оптимальная горловинка для меня поэтому собственно говоря такая обвязка но так как это хлопковое изделие соответственно резинка из хлопка это чисто декоративный элемент она не упругая она не пружине да то есть она не эластичная и последние три ряда когда я уже поменяла номер спис на более меньше я уже вязала с добавлением тонкой нити спандекса такая есть тонкая прозрачная ниточка очень тоненькая и вот именно благодаря ей у меня получилась такая упругая резинка которая действительно пружинит и я закрывала здесь методом называется по моему ирландское закрытие петель этот метод мастер-класс на этот метод есть в интернете но если вдруг вы с ним не знакомы и хотите познакомиться чтобы я вам показала дайте об этом знать мне в комментариях я сниму небольшое техническое видео по поводу закрытия петель ирландским способом ирландский способ не дает никакой конечно же не то чтобы знаете он не функционален он наверно тоже больше декоративный но дает изделию законченный такой вида придает здесь получается когда мы закрываем это закрытие из-под петли как бы получается когда я уже сделала закрытие я еще вот там где-то закрытие еще прошлась ниточкой спандекса чтобы у меня ничего не топорщилась и была такая красивая пружинистая горловинка на то есть вот смотрите какая вязка на действительно пружинит и она не не фалди то есть мне такие горловинки нравятся также этот метод закрытия петель я использовала у себя для рукава и говоря про рукав в описании более длинный манжет и он связан немножко другим ажурным узором мне тут узор не понравился в сочетании вообще в принципе да я сделал здесь немножко по-своему добавила просто скрещенные петельки в узор но также остались мне вот такие ажурные дырочки на мне изделие сидит достаточно свободно но это не оверсайз и не по фигуре как я и сказала расход 370 граммов я вообще не люблю тяжелые изделия считаю что в принципе изделия схлопа не сами по себе могут быть тяжелыми поэтому если будете вязать джемпера выбирайте ажурные узоры чтобы была воздушность была легкость но вот такой замечательный джемпер у меня получился мне он очень нравится но к сожалению за жиры пока нет возможности вот насладиться в стопроцентном на варианте то есть поносить активно но к слову сказать я очень довольна потому как в нем я уже учла предыдущие свои ошибки ажурных джемперов то есть посмотрите да из проймы так как у меня рукав ажурным узором и у меня пройма заканчивается все таки дорожка из изнаночных петель до этим самым получается что из проймы нет никаких дополнительных дырок все смотрится ровно и аккуратно и также касается плечевого шва тут у меня выполнен скот плеча и последние рядочки я провязывала изнаночными петельками чтобы не было никаких дырок в районе шва потому как не просто чисто визуально это не нравится ну в общем вот такое готовое изделие а и и Показав готовое изделие, хочу рассказать про свой секретный проект, футболку. Футболку, как я и сказала, я начала вязать, она у меня отвязана до момента проймы и мне не понравилось, как выглядит пряжа. В технической точке зрения все хорошо сидит, все красиво, все там лаконично, то есть такая будет футболка без рукава и за счет того, что она будет широкая, будет линия плеча уходить на предплечье и такой будет небольшой красивый, скажем так, а-ля рукавчик. Ну это что-то, наверное, типа среднее между жилетом и футболкой. И так как мне пряжа не понравилась, я вязала из стопроцентного хлопка, он достаточно тяжелый, а мне все-таки хочется, чтобы за счет того, что широкое изделие, да, то есть свободные посадки, чтобы это красиво не спадало с плеч, чтобы это выглядело, знаете, такая пластичная, такая красивая, струящаяся футболочка с таким вот красивым полотном. И я решила, что мне необходимо подкупить подходящую пряжу, для меня подходящая пряжа это какой-то хлопок с добавлением вискозы, да, то есть, ну какой-то состав, в котором есть вискоза. И обязательно это должна быть какая-то интересная ниточка, либо это какой-то легкий меланж, шнурок, ленточка, да, то есть вот что-то такое интересное. И чтобы это была не сильная скрутка нити. К слову сказать, у нас совсем здесь так все грустно и печально с выбором пряжи, особенно что касается бобиной пряжи. Хотя, казалось бы, я живу в Европе, для меня Италия, Испания, Турция относительно рядом, но какая-то доставка безумных денег стоит, да, и в принципе покупка пряжи через интернет, это всегда такое, знаете, покупка кота в мешке. Потому как фотографии зачастую не передают всей красоты пряжи, не передают даже всего натурального того цвета, который есть в реальности. Я в основном бобинную пряжу покупаю на сайте ebay, птички летают за окном, покупаю на сайте ebay и там фотографии прям совсем скудные, от одной, две фотографии и все. И всегда есть такая приписка, что в зависимости от носителя цвет может отличаться от заявленного, то есть показанного на фотографии. И то, что я получу по факту, может отличаться и это не является причиной для возврата покупки, да, покупки пряжи. Вот, и я заказала несколько бобин, которые у меня потом в итоге потерялись и вообще были доставлены на другой адрес, на соседнюю улицу получили люди мои посылку. И я очень долго смотрела, искала, то есть да, по факту у меня было написано, что доставка была в 10 утра осуществлена, что под роспись я получила пряжу, на самом деле этого не было. И я связалась с продавцом и продавец вообще как-то никак не отреагировал, ему было как-то, знаете, не до этого, наверное. В общем, решила, что больше автомагазин я заказывать не буду. Хорошо, что попались такие сознательные люди с другой улицы, которые принесли посылку мне и сказали, что они по ошибке получили мою посылку. Но посылка, как бы понятно, да, это было не на следующий день, это было уже спустя, по-моему, 4-5 дней, когда они уже осознали, что у них дома чужая посылка. Давайте теперь посмотрим пряжу, обязательно покажу ее поближе, чтобы вы могли посмотреть все более детально. Хочу начать, наверное, с этой бобины, которая у меня стоит вот здесь буквально под рукой, такая бобинка цвета таупа, это хлопок с полиакрилом, полухлопок, ленточный хлопок. И он был заявлен на фотографии, как вы знаете, с блеском, легким блеском, на самом деле абсолютно получился матовый. Я связала образец, давайте, наверное, буду тоже образцы показывать, чтобы было более, наверное, наглядно и понятно и интересно смотреть. Итак, что я вижу из этой модели, конечно же, вернее, из этой пряжи. Эта пряжа я буду вязать джемпер и, скорее всего, эта пряжа будет финальной пряжей для летнего сезона. То есть последнее изделие, наверное, такое вот ажурное из летних составов я свяжу. Уже я планирую, в середине августа должно быть готовое изделие и думаю, что потом уже с середины августа я потихонечку переключусь на осеннее вязание, потому как мне в гардеробе нужны два жилета, два кардигана и один джемпер, который я хочу вязать сверху вниз и который будет в технике, как же называется, что-то там, в общем, исландский какой-то или французский погон, как-то так. В общем, когда рукава вяжем вот так и потом от рукавов вяжем вниз изделия. В общем, это будет в следующих видеороликах, да, в этом не про это. Итак, говоря про образец, вот такой он выглядит, я пробовала ажурный узор, очень красиво смотрится ажура в этой пряже. Единственный нюанс, мне для моей всей новой купленной пряжи не подходят спицы ЧАГУ, потому как вся пряжа у меня ленточная, шнурковая и мне нужны мега тупые спицы, чтобы не делать затяжки в моменте вязания. Образец мне понравился и будет у меня джемпер такого в стиле кантри, наверное, или может быть в растеканной какой-то, где будет много ажура и который будет достаточно свободной посадки. У меня здесь в бобине, по-моему, сколько-то тут, 636 граммов, то есть достаточно много, мне хватит на полноценный джемпер с большой свободной облеганием. В общем, это уже будет план такой на... Покажу еще одну бобинку, которая была куплена, это уже вискоза. Я вяжу образцы, вяжу образцы небольшие, потому как мне нужно посмотреть, во сколько сложений мне вязать, как раскрывается пряжа после вытога, косит ли полотно, да, то есть, ну и, конечно же, не забывая про тактильные ощущения. А когда я покупала эту пряжу, в описании к этой пряже было написано, что это вискоза с полиэстером, но не было написано, что это вискоза с люрексом. Для меня люрекс все-таки это какой-то колючий элемент в пряже, я чувствительно не колется люрекс, даже самый дорогой. У меня есть от кремки люрекс, есть еще бобина с люрексом, они все колючие для меня. Не знаю, может быть слишком я чувствительная, но в любом случае, я вот как бы не ожидала, что такой будет подвох и вернуть бобину уже тоже не получается. Значит, эта бобина у меня 75% вискоза, 25% полиэстера, 230 метров, 50 грамм. Красивый такой сияющий цвет, опять же, это шнурочек. Я пробовала вязать образец в одну нить и в две нити. В две нити я вязала на спицах номер 4, получилось плотное полотно, абсолютно не струящееся. Вот здесь внизу я уже вязала на спицах 3,25 в одну нить, и вот этот нижний кусочек мне нравится намного больше, он такой прям струящийся, классный. Все бы ничего, но она очень колется, поэтому это должно быть какое-то изделие, которое, ну вот не знаю, вы знаете, вообще в принципе я вижу платье комбинацию из вот этой пряжи, чтобы обязательно можно было надевать на, скажем так, знаете, на внутреннее платье, или как его называется, платье, которое белевого такого типа, да. То есть я думаю, что в принципе вариант возможен, но опять же спицы 3,25 это очень будет трудоемкий такой проект, да. Особенно если я буду вязать просто лицевую гладью, то это будет очень долго длиться. Ну ближайшие, по крайней мере, пару месяцев я эту пряжу не рассматриваю, эта пряжа у меня уйдет отдыхать на полочку, с таким вот небольшим разочарованием. Для футболки эта пряжа мне не подходит, да, она красиво струящаяся, но она мега колючая. Еще в процессе вязания, вот здесь я постараюсь поставить фотографию, эта пряжа ужасно косит, то есть косина у меня ушла после многократной стирки и отпаривания, и блокировки образца. Да, то есть вот такая вот пряжа с подвохом, хотя она такая, скажем, ну не бюджетная пряжа, но такое небольшое разочарование. В любом случае, пока я буду собираться с мыслями, что я буду вязать из этой бобины, я ее пока поставлю на полочку. На полочке она будет тоже очень даже неплохо смотреть. Пряжа, из которой я все-таки начала вязать свою футболку, это вот такая коричневого цвета вискоза, здесь тоже 82% уже вискоза, 18% полиамида. И это ниточка такая, цепочка, я бы сказала, не шнурок, а цепочка или цепочка, как правильно говорить. Здесь есть на образце небольшие такие фишечки, которые я буду использовать в футболке, вернее, я уже их использую. И образец получился, на спицах я вяжу 3,75, пластичный, красивый. Единственный нюанс, это такой вот меланжевый, коричневый с меланжевым, да, таким эффектом. Где-то более светлый, где-то более темные участки вкрапления. И она тоже красивая, струящаяся, вот так выглядит бобинка шоколадного цвета, классно, все мне нравится. Единственное, конечно же, что меня вводит в смуту, да, этот цвет. Идет ли мне такой цвет или нет, он достаточно холодно-коричневый. Опять же, тактильно есть небольшая колкоть, я надеюсь, что, в общем, да, когда уже будет полотно, я смогу его простирать и отпарить, оно станет чуть-чуть еще мягче. Потому как этот образец я стирала тоже неоднократно, и с каждой стиркой он все мягче как-то и лучше установится. В общем, следующий проект, вернее, готовую работу, которую вы увидите на моем канале, это будет моя футболка из этой пряжи, она будет коричневого цвета. Все подробности про футболку уже расскажу в следующем видеоролике, который будет у меня где-то, наверное, через неделю. Я надеюсь, потому как все-таки мне хочется еще проработать небольшие нюансы с этой футболкой. В общем, пока мне нравится то, что мне получается. И, да, кто-то мне говорил, почему бы не показать. Пока я этого делать не хочу, умею на эту полную кровь. Говорю про покупки пряжи, я подбирала пряжу, да, как я и сказала. Мне нужен был шнурок, ленточка, что-то с вискозой, что-то такое интересное. И я зашла в магазин Müller. Я думаю, кто же в Германии знает, что это за магазин, да, то есть это такой магазин, где можно купить и концтовары, и средств личной гигиены, и немножко посуды, детское питание, пряжу, да, какие-то такие для рукоделия, какие-то всякие штучки, да, там, блескучки, ниточки. В общем, такое вот. Всего-всего по чуть-чуть, я это так магазин называю. И я зашла, мне нужно было посмотреть насочную пряжу. Мне поступил заказ на носки. И мне нужно было посмотреть такую насочную пряжу, достаточно темного цвета. К сожалению, там представлен только один представитель от Лана Гросса. Мне насочная пряжа Лана Гросса как-то не сильно понравилась, поэтому я не рассматривала. Но присмотрела себе другую пряжу. Я сразу покажу. Нашла вот такую пряжу. Это хлопок. Получается, вообще-то, сеточка из модала, внутри которой нить хлопка. Вот так. Поближе обязательно покажу. Вот так красиво выглядит. Называется он Basic. И самок... Так, летний хлопок Лана Гросса, да, это Лана Гросса. 4,95 стоит моточек. В интернете вы эту пряжу не найдете. Только в онлайн-магазинах. И он представлен, по-моему, в двух или в трех цветах. Вот такой красивый жемчужно-серый цвет. Мне очень нравится этот цвет. Вы поняли, да, что я фанат серого цвета. И, наверное, на моем канале уже надо сделать отдельное видео 50 оттенков серого и показать все свои серые плечевые изделия. Вот. Кстати, идея, да, неплохая. Значит, про моточек. В 50 граммах, 145 метров, и спицы 4-4,5. Я уже связала образец, потому как я думала, что я буду футболку вязать из этой пряжи. Футболка у меня частично будет связана лицевой гладью. Поэтому я как бы образцы у меня все лицевой гладью. Но опасения, знаете, какие были? В матке эта пряжа выглядит с таким красивым благородным сиянием, блеском, да, какое-то подсвечивание есть. А в образце образец абсолютно матовый. У меня уже был опыт работы с подобной пряжей, когда в моточке все красиво сияло и блестело, да, а после этого просто все стало матовое. Я предполагала, что, скорее всего, это так и будет с этим. Ну, как бы я не ошибаюсь, да, посмотрите, образец у меня стал матовый. Не знаю, на видео будет это видно или нет, но в реальной жизни это видно. Но, к слову сказать, из этой пряжи я начала уже новый процесс. Я решила, что мне необходима такая, знаете, футболка укороченная, достаточно свободной посадки. И узор достаточно интересный. Это Брунелла Кучинели. Я не знаю, связал уже кто-то этим узором какое-то изделие. Потому как как только у Брунелла Кучинели появляются какие-то новые изделия, тут же по интернету разлетаются и мастер-классы на узоры, и готовые работы. То есть, достаточно популярный, я скажу, этот дизайнер. Так вот, я на просторах интернета нашла похожий узор. Не скажу, что один в один. Вот здесь где-то поставлю фотографию этой модели, что я вижу. Как вы знаете, в Брунелла Кучинели в моделях всегда какие-то интересные такие фактурные пряжи используются. Либо это меланш или сочетание пряжи. Как правило, у него, насколько вот я рассматривала модели, в основном большинство моделей связаны и с фантазийной пряжей. То есть, это какая-то ленточная, либо шнурочек. Вот такая пряжа. Вот здесь, как раз, я думаю, будет классное сочетание. Я начала уже вязать. К сожалению, не могу пока показать, потому как у меня вяжу по кругу. И там просто вот у меня все на короткой леске. Потому как я вяжу на спицах Ади Нову, по-моему, эта спица называется. Опять же, потому что Чагу слишком остро для подобной пряжи. И Чагу делает не затяжки на этой пряже. Здесь очень такая вот тоненькая сеточка этого модала. И затяжки делаются просто на раз-два. Даже в образце вот, по-моему, видно. Я обязательно поближе покажу вам образец, чтобы вы могли более детально рассмотреть. То есть, вот такой у меня есть один процесс. В итоге у меня, что у нас, середина июля. И у меня получается два проекта на спицах. И как бы все. Больше ничего я не вяжу. У нас очень жарко. И я прям в жару не могу вязать. Если прошлым летом я все лето практически вязала какие-то носочки. Мелкие шапочки, аксессуары, какие-то митинги. То в этом году середина получается. А летом у меня нет ни одного носка связанного. Но у меня есть хлопковые изделия в этом году. Тоже достаточно интересно и необычно для меня. Уже по традиции, как всегда, порция добрых слов от меня к вам. Я хотела бы сказать огромное спасибо всем тем, кто пишет комментарии. Кто участвует в общении. Кто вообще в принципе приходит на канал из видео в видео. Это ценно. И хотела бы рассказать вам небольшую историю. Которое со мной случилось. Это уже не первый раз, когда меня узнают в реальной жизни. То есть не на канале, а в реальной жизни. К слову сказать, у меня мои видеоролики это в основном формат руки в кадре. Я достаточно редко появляюсь лицом. Мне некомфортно. Я чувствую себя более уверенно, когда я показываю то, чем я владею. То есть своим опытом я делюсь, мастерством, навыками, наработками, какими-то лайфхаками, секретами. И хочу быть полезной. Мне реально приятно быть вам полезной. Даже если вы в какой-то там, в одной из моих болталок нашли для себя какой-то годный лайфхак. Или годный совет. Воспользовались ли вам это помогло. То это уже значит видео было не зря. Так вот, когда в реальной жизни ко мне подходят. Обычно первый вопрос, который спрашивают. Вас случайно не Марина зовут? И тут я понимаю, что скорее всего это люди, которые приходят ко мне из виртуальной жизни в реальную. Все-таки вся вот эта блогерская деятельность, это всегда такой для меня был спорный момент. Потому как у меня нет цели сделать себя публичной личностью. Наверное, именно поэтому я не показываю каких-то жизненных влогов. Не показываю готовку, не показываю простую уборку, закупки. Я живу точно так же, как и миллионы людей на этой планете. Я хожу на работу, у меня есть семья, я хожу закупаться. Я готовлю, стираю, убираю, глажу, провожу время со своей семьей. То есть все это у меня тоже в жизни есть. Я не хочу этим делиться, потому как я считаю, что все-таки моя семья это моя и мне хочется ее как можно дольше оберегать. И как можно, знаете, наверное, не привлекать посторонних людей, насколько бы хорошо они ко мне не относились и я к ним. Но все-таки посторонние люди остаются всегда посторонними людьми. Поэтому, собственно говоря, нет этих каких-то жизненных влогов на моем канале. И когда ко мне подходят в реальной жизни, это всегда такая двоякая ситуация. Потому как вы меня видите, вы меня знаете. Я уже для вас знакомый человек. Я вас вижу в данный конкретный период впервые. И в лучшем случае, если вы часто комментируете на канале, я уже могу по аватаркам, по именам уже немножко представлять, кто этот человек. То есть как-то мы все равно уже ближе с вами знакомимся. А когда в реальной жизни ко мне подходят и начинают знакомиться, и у нас завязывается какая-то такая быстрая беседа мимолетная. Это, знаете, вот что-то из разряда свиданий по времени. Когда кнопку нажимается, меняется партнер, и к нам идет какая-то короткая беседа, просто никаких глобальных тем не затрагивается. И мне, знаете, это уже не первый случай, не единичный случай, когда ко мне подходят, узнают меня. Мне от этого дико приятно, но, наверное, больше, если сказать честно, некомфортно. А это не значит, что не надо ко мне подходить. Пожалуйста, если вы меня узнаете, подходите, не стесняйтесь. Просто понимаете, что вы меня знаете, для вас я как-то примелькалась, вы меня знаете в лицо, а вы для меня все-таки посторонний новый человек. И когда происходят такие встречи, мне дико вообще, ну я просто не знаю, как это сказать. Это такой вот для меня всегда шок, что кто-то есть реальный человек, которого можно потрогать, который приходится, с которым можно поговорить. Я решила, раз уж у меня участились такие встречи мимолетные по ходу моей работы, я все-таки хочу спросить у вас, у тех, кто смотрит сейчас это видео до конца, и тех, кто живет в окрестностях. Я живу в городе Штуткар в Германии. Если вы живете, проживаете вот где-то здесь плюс-минус, да, близко, дайте о себе знать в комментариях. Не обязательно писать какие-то большие комментарии, хотя бы просто помашите ручкой, поставьте какой-то смайлик, и я буду знать, что у нас здесь достаточное количество. Количество для того, чтобы организовать встречу, просто встречу, чтобы мы могли не торопясь, не в попыхах, не на лету мимоходом общаться, а просто, чтобы мы могли с вами ближе познакомиться. Если опять же будет желание, то есть я никому не навязываю свое общение, не призываю, да, но просто по той реакции, которая есть у людей, с которыми вот я знакомлюсь, да, встречаюсь, я понимаю, что люди абсолютно, кстати, девушки все мега симпатичные, мега открытые и такие смелые, которые приходят первые на контакт, то есть, ну, прям, мне это очень понравилось, и я хочу, во мне вот есть это зерно, да, хочу взрастить это зерно и сделать нашу с вами встречу. Также в процессе общения выяснилось, что большинство стесняются сказать о себе, потому как что-то не получается, или просто как-то стесняются, не хотят привлекать к себе внимание, да, в комментариях не пишут, потому что комментарии все-таки это дело публичное, читают все комментарии, кто заходит на канал, да, как-то люди стесняются, люди как-то сторонятся, более закрытые люди. Я часто получаю личные сообщения в Инстаграм, так вот, если вдруг вы стесняетесь написать в комментариях, что вы где-то здесь близко живете, рядом со мной, я просто этого не знаю, дайте об этом знать, напишите мне в Инстаграм, или в комментарии просто какой-то смайлик. По количеству смайликов давайте договоримся, пускай это будет, не знаю, помахать рукой, да, сказать привет, помахать рукой, по этому количеству комментариев я определю, сколько нас с вами, и мы в ближайшее время однозначно встретимся. Это будет закрытая встреча в узком кругу, то есть я не хочу набирать большое количество людей, потому как я тогда, для меня важно, да, вот это общение, скажем так, человеческое общение, не так, что я пришла такая медийная, вы собрались, пришли на меня, посмотрели, пощупали, да, посмотрели, какая я в реальности, я хочу просто реального, живого общения, чтобы я могла уделить мое внимание конкретно человеку, а не вещать, знаете, как будто вы пришли ко мне на какой-то там курс, семинар, и я там вещаю о чем-то таком интересном и полезном. Мне хочется просто живого общения в расслабленном темпе, со сладостями, может быть, с какими-то вкусняшками, плюс у нас лето на дворе, и мне бы хотелось, чтобы, может быть, мы просто где-то в парке с вами собрались, да, то есть спокойно повязали, пообщались, покушали каких-то фруктов, вкусняшек, сладостей, попили чай или попили кофе. То есть в зависимости от того, сколько нас будет, я бы хотела ориентироваться на то место, где мы будем с вами встречаться, а встречаться мы с вами обязательно будем, причем эта идея пришла не конкретно от меня, да, опять же от вас, от тех, с кем я встречалась, с кем я общалась, и все хотят встречи, и потом как встречи у нас такие были мимолетные, быстрое какое-то общение такое, 2-3 минутки, да, то есть и получается только входишь во вкус, а тут нам уже с вами просто приходится прощаться. Поэтому я решила, что я хочу организовать эту встречу, поэтому, подводя итог, если вдруг живете где-то близко вокруг моего города, вокруг моей локации, и вам не тяжело будет проехать в пределах, я не знаю, там 50-60 километров, приехать навстречу, то обязательно дайте об этом знать, мы с вами встретимся. У меня в начале августа есть неделя отпуска, и мне бы хотелось, чтобы мы с вами в эту неделю как-то вот встретились, что ли, пообщались. Если момент съемки это такой спорный вопрос, и вы не хотите, я вас не заставляю сниматься, то встреча будет абсолютно за кадром, я просто потом могу рассказать о своих впечатлениях. То есть встреча не для камеры, не для контента, а встреча конкретно для меня, для моего, во мне есть эта потребность пообщаться с вами, у вас тоже есть эта потребность, поэтому давайте с вами встретимся и пообщаемся вживую, в реальной жизни, повяжем, вы можете задать мне какие-то конкретные вопросы, я могу точно так же спокойно ответить. И если все пройдет у нас с вами на ура, то обязательно будем с вами чаще встречаться, чаще вязать в узком, тесном, очень добром и, я думаю, светлом обществе. Вот так у меня получается, опять же, я говорю это специально осознанно в конце видеоролика, потому как только те зрители, которые досматривают до конца, как правило, это зрители, которым интересно быть на канале, и они чувствуют себя частью этого канала, от этого мне очень приятно. И хотелось бы сказать огромное отдельное спасибо за все те добрые слова, которые я получаю при личной встрече. Вы просто себе представить не можете, сколько поддержки, добрых слов я слышу в своей адрес. Для меня это тоже очень ценно, не поддается никаким перерасчету ни на какую валюту, это просто живое, доброе, человеческое общение. Ну а теперь давайте будем на этой приятной ноте с вами прощаться. Обязательно в следующем видеоролике уже, надеюсь, покажу вам свою долгожданную секретную футболку, у которой еще нет названия. И я надеюсь, что я смогу организовать встречу, даже если это будет не в начале августа, но хотя бы в летний период, потому что у нас как бы период отпусков, да, все куда-то уезжают, я это тоже прекрасно понимаю. Но все-таки мне бы хотелось, чтобы наша встреча состоялась, чтобы мы с вами наобщались, наболтались, нарезались, в общем, чтобы мы с вами поближе познакомились. Все, теперь точно. Субтитры сделал DimaTorzok